Сегодня мы познакомимся с тем, как же применять глубокое обучение в обучении с подкреплением, узнаем, как это делать сравнительно просто и познакомимся с вершиной современному обучению с подкреплением, с тем, как DeepMind обучал AlphaGo. Начнем с напоминания. Мы на прошлой лекции работали с марковскими решающими процессами. Они из себя представляют вот такой кортеж из состояний действий, ревордов и матрицы переходов и дисконтирующего числа, которые мы используем, чтобы лучше считать реворд. И оптимизировать его. Также вспомним, что такое стратегия, что такое value и q-функции. стратегия – это то, с какой вероятностью мы делаем то или иное действие в том или ином состоянии. value-функция – это ценность состояния и q-функция – это ценность состояния и действия. как мы выяснили на прошлой лекции, если мы знаем идеально value-функцию или q-функцию, то мы фактически знаем, как надо играть. Для value-функции и q-функции можно написать уравнение Белбана. Собственно, благодаря этим уравнениям мы можем искать v-функцию и q-функцию. Надеюсь, все это усвоили. Нам сегодня потребуется еще одно понятие – это оптимальная value-функция и оптимальная q-функция. Фактически мы берем такую q-функцию, которая будет идеально по всем состояниям и по всем действиям. Соответственно, стратегия, которая соответствует оптимальной q-функции, также называется оптимальной стратегией. Оказывается, что все, что мы делали на прошлой лекции, можно делать и с оптимальными функциями. То есть ровно те же алгоритмы работают. Просто мы добавляем новое требование, берем максимум. В том числе можно написать уравнение Белмана. Только вместо мотожидания в этом месте у нас появится максимум. Выводится оно точно так же, как обычное уравнение было бы. Выводится. Окей? Вопросы? Мы разве не пытаемся тогда, на прошлой лекции, мы разве не пытались максимизировать этот фунус? То есть на финальной маршине это было? Да. Но мы ее максимизировали фактически постфактум. А здесь мы сразу ищем ее в оптимальном состоянии. То есть мы в алгоритме policy-iteration мы просто на каждой итерации делали так, чтобы q-функция была максимальной. Да, тут мы сразу будем искать оптимальную функцию. И, наконец, один из способов решать это уравнение, уравнение Белмана, это метод конечных превращений. Мы вместо мотожидания делаем вот такой шаг. То есть в каком-то смысле мы делаем ровно одно усреднение. Оказывается, если мы продолжим делать вот такое действие много раз, то мы минимизируем квадрат разности между нашим приближением q-функцией и настоящей q-функцией. Ничего не напоминает? Ну да, правильно. То есть на самом деле, если бы q была функцией, то примерно так же выглядел бы линейный градиентный спуск, если мы оставляли только линейную часть. Отлично. На самом деле, это еще один способ решать задачи обучения с подкреплением, если мы можем обозреть все состояния и все действия. К сожалению, это не всегда возможно. Иногда либо пространство непрерывное, либо само по себе пространство очень большое. В принципе, я говорил про это на прошлой лекции, но еще раз повторюсь, какие вообще есть подходы к reinforcement ленингу. Первый подход – это value-based подход. Мы ищем оптимальную q-функцию или ищем оптимальную value-функцию. И вообще не думаем про статегию. Другой подход – это искать оптимальную стратегию, как мы это делали на прошлой лекции. И, наконец, мы можем моделировать внешнюю среду и делать из этого какие-то выводы и строить модели для стратегии и для q-функции. И нас на самом деле будет сегодня интересовать в основном третий подход. Окажется, что с помощью него можно решать намного более сложные задачи, намного более емкие. Будем аппроксимировать q-функцию в виде функции, которая зависит от еще дополнительного набора параметров. И такую функцию мы можем приближать с помощью нейронной сети. То есть изначально об этой функции думать как о нейронной сети. И тогда уравнение Беллмана можно рассматривать как минимизацию вот такого функционала. Окей? Откуда гамма взялась? Нет, веса. Еще раз. Еще раз. Мы думаем, мы берем нейронную сеть и обучаем ее, чтобы она по входам состояния действия выдавала нам значение q-функции. К сожалению, если мы возьмем, например, вчерашний алгоритм из прошлой лекции и примерно так же в цикле будем пытаться обучать q-функции, у нас ничего хорошего не получится. По двум причинам. Одна причина в том, что наши пары состояния, точнее тройки, состояние действия и значение q-функции в больших играх, они очень слабо меняются в течение времени. То есть наши последовательные действия могут быть очень близкими друг к другу. Если мы будем только по последовательным действиям тренировать сеть, ничего хорошего не получится. Ну и наконец, сами значения q, они не стационарные. То есть надо как-то… Понятно, почему они не стационарные? Ну, грубо говоря, потому что мы все время берем максимум от величины, от нашей функции по действиям. Дальше мы… Фактически мы этот максимум вычисляем с эмплированием. И из-за этого на следующем шаге нашей минимизации эта функция может очень сильно поменяться. как решать такие проблемы? Чтобы решить первую проблему, можно обучаться не на последовательных парах, а на парах, которые разделены историей. То есть мы вводим такое понятие, как replay memory, мы сохраняем не только два последних действия, а какой-то набор действий. И дальше мы обучаемся фактически на случайных парах из нашей памяти. А чтобы убить нестационарность, мы замораживаем коэффициенты W на какое-то количество шагов, и благодаря этому фактически наши метки не меняются. Это число шагов. То есть, например, мы начали с чего-то случайного, через 100 шагов получили свое новое приближение для q-функции, дальше мы обновляем веса и еще 100 шагов их не трогаем. Это те веса, с которыми мы сравниваемся вот здесь. Вопросы? Можно ничего, ничего мы делаем, типа есть? Если мы… Какой момент? Зачем мы сэмплируем из истории? Нет. А почему мы не обновляем веса каждый раз? Ну, типа потому что у нас слишком много состояний, и они точно не вредут в то количество обновлений. Сколько обновляем? Нет. Тут возникает проблема в том, что наша задача минимизации будет плохо поставлена, если мы будем каждый раз обновлять коэффициенты и пытаться приблизить к максимуму того, что получили? То есть на самом деле у нас просто не будет нормальной исходимости. Либо другими словами, у нас в каждую итерацию градиенты будут направлены к… антипредиенты будут направлены к минимумам разных функций, которые могут быть совсем не связаны друг с другом. И благодаря тому, что мы замораживаем эти коэффициенты, мы в течение n итераций гарантируем то, что наши оптимальные коэффициенты не меняются. То есть то, что минимум находится в одной и той же точке. Окей. Теперь как применять то, что мы получили, как это применить к какой-нибудь реальной задаче? Например, можно применить к играм Atari. И думая о них в довольно наивном виде. То есть мы в качестве входа берем изображение экрана. То есть для нас состояние просто эквивалентно снимку экрана, а наши действия – это то, на что мы можем нажать. В простейших случаях это стрелки в разные стороны и нажатие кнопки. Иногда кнопок несколько. И далее мы просто обучаем сверточную сеть, приближая с помощью нее q-функцию. То есть понятно, что произошло? То есть фактически мы не определяем какие-то стратегии, мы просто сразу говорим о том, что мы будем, скажем, выбирать наилучшую стратегию? Да, мы сейчас вообще не думаем про стратегию напрямую, а думаем про q-функцию. Хотим найти ее оптимальное значение в виде нейронной сети. Для этого мы в качестве состояния используем картинку, считаем от нее сверточные признаки и в самом конце мы вычисляем q-функцию для каждой пары состояния в виде признаков, которые мы посчитали, и действия. Собственно, число, которое получается, мы записываем вот в эти ячейки. На самом деле ровно такой же сетью можно было бы оптимизировать стратегию. Тогда бы у нас вот в этих ячейках была бы вероятность нажатия на соответствующую кнопку. Соответственно, есть статья про использование дип-кулёрнинга в играх Atari, и алгоритм выглядит ровно так. То есть мы сэмплируем из истории вот такой набор. и делаем шаг градиентного спуска как раз таки от от функции потерь квадатичной ошибки. Они используют так называемую эпсилон гриди стратегию. То есть мы либо выбираем действие, которое максимизирует q-функцию оптимальную, которую мы приближаем, либо с вероятностью эпсилон выбирают просто случайное действие. Для того, чтобы мы с одной стороны хорошо посмотрели на все состояния, а с другой стороны сошлись, вот это эпсилон сначала берут достаточно большим, а потом с течением времени его уменьшают. Здесь вопросы? Наконец, есть еще дополнительные способы улучшить сходимость в алгоритме Deep Cool Learning. Окей. Давайте вернемся к тому, с чего, в принципе, можно было бы начать рассказ про обучение с подкреплением, есть классическая задача про многороких бандитов. А именно, мы считаем, что среда никак не меняется от действий агента. Простейший пример – это автомат в казино, у которого есть несколько ручек. Человек в качестве агента может дергать за эти ручки и получать какую-то награду или ничего не получать. Хотим понять, как такие задачи решаются в общем случае. Один из наивных способов, но, оказывается, ничего сильно умнее нельзя придумать – это на каждом шаге оценивать, насколько хороша та или иная ручка, насколько большую награду она дает. С одной стороны, исследовать среду, улучшая оценку награды с каждой ручки, с другой стороны, максимизируя суммарный выигрыш, выбирая ручку получше. У нас здесь х чертой – это оценка выигрыша с ручки G, при условии, что мы за нее дернули NG раз. И, собственно, предлагается начинать со случайной ручки, а дальше выбирать ту ручку, которая максимизирует такое значение. Нет, не совсем верно. Во-первых, вот эту вещь мы всегда знаем, но это просто константа в фиксированный момент времени. То есть мы для каждой ручки храним, при условии, что мы для каждой ручки храним вот это значение. А вот эту оценку мы на самом деле каждый раз уточняем. То есть, грубо говоря, если мы много раз успели дернуть за каждую ручку, то мы с большой достоверностью знаем, что первая ручка дает маленький выигрыш, катая ручка дает большой выигрыш. И мы, собственно, если мы будем пытаться вот такой функционал максимизировать, то нам окажется выгоднее больше не дергать за плохие ручки, а дергать только за хорошие. При этом в начале нужно дергать за все ручки, потому что у нас нет достаточной статистики. Можно пытаться этот подход углублять, там на самом деле есть куча статей про многоруйкие бандиты. Если все-таки среда меняется, то многоруйкие бандиты превращаются в контекстуальные многоруйкие бандиты, что в принципе уже почти не отличается от общей картины с марковскими процессами выбора. Окей, теперь скажем пару слов про то, как еще можно решать задачи обучения с подкреплением. Представим ненадолго, что у нас какая-то очень простая игра, в которой совсем немного вариантов. Для нее мы можем выписать полное дерево переходов, в котором дерево имеет вид начальное состояние. Стрелки обозначают переходы между разными состояниями. Для маленьких игр мы можем выписать полное такое дерево. И далее, если речь идет об игре между двумя игроками, то мы можем просто воспользоваться так называемой минимаксной статегией. То есть мы можем всегда выбирать действия, которые для нашего игрока максимизируют выигрыш, для противника минимизируют. Если игра большая, то у нас нет возможности выписать полное дерево. То есть если, с одной стороны, игра глубокая, то есть в ней много ходов, как раз ходы игры соответствуют глубине дерева. И, с другой стороны, игра может быть широкой. Собственно, ширина нашего дерева соответствует многообразию ходов, которые может сделать игрок. То есть если мы играем в крестики-нолики на поле 3х3, то там ходов мало и количество действий небольшое. теперь, если мы играем в крестики-нолики на бесконечном поле, у нас более-менее бесконечная глубина, либо же, если мы какие-то дополнительные ограничения добавляем, просто очень большая глубина и большое количество действий. Для таких игр можно, тем не менее, продолжать использовать деревья, деревья решений, но при этом можно проходиться не по всему дереву, а не ходить в те ветви дерева, где точно плохо. Либо, с другой стороны, если мы знаем, что какая-то ветвь, наоборот, точно ведет к победе, то туда тоже можно до конца не ходить, а просто запомнить, что это победная ветвь. Для того, чтобы оценить, насколько хороша та или иная ветвь, не ходя по ней до конца, как раз используется деревья поиска Монте-Карло. Собственно, алгоритм состоит из четырех шагов. На первом шаге мы думаем о каждой позиции нашей игры как о многоруком бандите. То есть мы забываем, что среда как-то меняется и просто выбираем одно из действий, которое максимизирует функционал, который мы видели. Например, максимизирует вот этот функционал или какой-то сложнее. И, используя такие переходы, мы добираемся до листа дерева, то есть до той точки, глубже которой мы еще не смотрели. Далее, если в этой точке игра не закончилась, мы делаем еще одно случайное действие, либо не случайное, используя какие-то евристики. и далее мы запускаем симуляцию. То есть мы, например, делаем один случайный проход до конца игры, либо не случайный, но в каком-то смысле оптимальный проход до конца игры. Оно и так и так будет работать, но если мы симуляцию делаем как-то по-умному, то статистики, которые мы будем получать, они будут лучше. Когда мы дошли до конца игры, то мы получили реворд, то есть в классическом случае это ноль, если мы проиграли, и один, если выиграли. Получив новый реворд, мы можем обновить Q-функции во всем дереве, либо стратегию для всего дерева. И далее мы тоже самое продолжаем. Оказывается, такой подход позволяет достаточно сложные игры, позволяет искать стратегии для игры в достаточно сложные игры. То есть, например, можно играть в шахматы, чуть-чуть модифицировав вот этот алгоритм. Мы попытаемся понять, как модифицировав вот этот алгоритм, можно играть в игру Go. Собственно, что из себя представляет игра Go? У нас есть поле N на N. В классической игре Go поле оно 9 на 9, вот 19 на 19, но мы будем рассматривать версии поменьше, которые 9 на 9, просто чтобы узнать правила. Вот, собственно, чемпионаты по Go, которые проводятся, они происходят на поле 19 на 19. Собственно, какая задача в игре Go? В ней игроки по очереди ставят фишки на поле, как так называемые камни. И задача захватить как можно больше фишек противника и захватить как можно больше территории. Территория – это то, что ограждено камнями одного противника. То есть вот здесь территория белых, вот здесь тоже территория белых, а здесь территории черных. Здесь вместо буквы А стоял камень белых. Как только камень захватывается, он убирается с поля. Захват происходит в тот момент, когда у камня не остается степени свободы. Степени свободы – это просто граничащие с ним точки. То есть ставить камни можно только в вершины квадратов на доске. Соответственно, если камень одного игрока окружен камнями другого игрока так, что у первого не осталось степени свобода, то он считается захваченным и он убирается с поля. И кладется к игроку, который захватил. Соответственно, в тех случаях, если захват очевиден, то камни не убираются, а игроки просто продолжают играть. То есть, например, вот такая позиция может оставаться до конца игры, и в конце игры просто белый камень будет убран с поля для финального подсчета. В игре Go возникает такое понятие, как «глаза», а именно, если черный игрок оказался в такой ситуации, то его черную территорию не могут захватить. Потому что в Go есть правило, что нельзя ставить свой камень на поле таким образом, чтобы он стал захвачен, в случае, если после этого не будет захвачена большая территория. То есть, вот здесь, на самом деле, пример. В Годины здравом у них вообще любило ставить свой камень, если его сразу захватить можно? Практически странно. Ну, наверное, это имеет смысл в какой-то… не в начале игры, а в какой-то другой момент игры, если это поможет отстоять какую-то большую территорию. Мне, честно говоря, сложно сказать. Какой угле может отстоять территорию? Наверное, нет смысла. То есть, это просто примеры того, чтобы понять, как игра встроена. И, наконец, еще есть вот такая позиция. Забыл, к сожалению, как она называется. Но если посмотреть на нее, то при шаге черных сюда они захватят белую клетку, и процесс может продолжаться бесконечно. Правила специально это запрещают, и они разрешают вот такое действие делать последовательно только один раз. То есть, если два игрока оказались в такой позиции, то черный может захватить, и после этого белый уже не может захватить в ответ. Он должен сделать какой-то другой шаг. И только после еще одного шага, то есть, после фактически его шага и шага противника, он может еще раз совершить такую атаку, если позиция сохранится. Собственно, это для того, чтобы не было бесконечных шагов. партия длится… Собственно, еще последнее правило игры в ГО заключается в том, что нельзя повторять позиции. То есть, если у человека нет никакого движения, которое не повторило бы позицию, которая уже была, тогда он делает пас, кладя свой камень. Если оба противника два раза спастовали, то игра заканчивается. Также любой момент, любой игрок может сдаться. в игре ГО есть система уступок, чтобы люди разного уровня могли друг с другом играть. Для этого один игрок может разрешить другому положить энное количество камней, максимум 9, на поле. То есть, слабый игрок будет стартовать в более выгодной позиции, имея уже кучу камней на поле. Также черные в этой игре ходят первыми, у них оказывается достаточно большое преимущество, и если люди играют без уступок, тогда, если я не ошибаюсь, белому игроку дается так называемая атари, то есть к его результату добавляется 7,5 очков. То есть очки, которые будут считаться в конце, в чемпионатах, у белого будет бонус 7,5 очков. Просто из-за того, что стартуя вторым, он имеет позицию хуже. Окей, теперь поймем, почему… поймем, как использовать деревья выбора Монте-Карло для решения задачи Гоа. Во-первых, задача Гоа оказывается намного глубже, чем шахматы, просто из-за того, что доска большая и каждый раз очень большое количество действий, то есть фактически 19 в квадрате. Поэтому нельзя выписать все дерево и применить минимаксную статегию, нужно дерево выбора каким-то образом аппроксимировать. Как это можно делать? Во-первых, начнем с исходной статьи AlphaGo, которую они опубликовали в журнале Nature, собственно, про то, как они натренировали свою сеть и выиграли у сильного игрока. Да, то есть они сначала выиграли у игрока Фан Хью, который… если я не ошибаюсь, в этой игре всего 9 данных, и у него был 6 данных, а после этого они продолжили обучение своей сети и выиграли уже у чемпиона мира Лиси Доли. Окей, как выглядит их подход? Фактически, как и говорилось, они воссоздают дерево решений, при этом они сначала думают о задаче как задача с учителем, то есть они берут набор игр между экспертами, между людьми от 6 до 9 данных и обучают на них 3 классификатора. Один классификатор максимально тяжелый, который называется SL Policy Network, второй классификатор намного легче, но фактически и тот, другой просто угадывает просто… просто говорит по… просто говорит вероятность пары действия-состояние. Далее эти классификаторы используются для того, чтобы обучить нейронную сеть, которая приближает стратегию, и нейронную сеть, которая приближает value function. И, наконец, используя текущую стратегию и текущую value function, их приближение, мы выбираем шаг в нашем дереве. Окей. Посмотрим в деталях, как это происходит. Для начала… есть картинка не совсем точная, но она выбрана просто чтобы описать… чтобы была понятнее архитектура классификаторов. То есть был взят такой датасет, в котором примерно 30 миллионов позиций, из 160 тысяч игр. И на нем была обучена глубокая сеть и линейный классификатор. Как я сказал, обучены они были просто искать вероятность. То есть… Так, здесь, к сожалению, плохо видно. Вот, собственно, для классификаторов используется довольно сложный набор фич признаков, а именно для каждой точки доски… То есть у нас 19 квадратных точек на доске, и для каждой точке доски вычисляются все вот эти признаки. То есть, например, какой цвет у камня, который на ней стоит, стоит ли там камень, сколько камней захватит человек, если походит туда и так далее. Далее все вот эти признаки превращаются в one-hot кодирование, и на выходе у нас получается картинка 19 на 19 на… Вот… Так, на… На… На 32, если не ошибаюсь, или на 64. Так, здесь этого не написано. Нет, ну, неважно. То есть, таким образом, у нас получается картинка 19 на 19 с 32-мя каналами, и мы ее подаем на вход сверточной сети, так же, как мы делали в Deep Q-нетворке, и, собственно, на выходе с помощью линейного слоя мы, точнее, с помощью линейного слоя и софт-макса, мы оцениваем вероятность. Наконец, для маленького классификатора, который называется Rollout Policy, и второго маленького классификатора, который мы скоро поймем, зачем он нужен, для них используется больший набор признаков, вот здесь эти признаки. На самом деле, об этих признаках можно думать как о состоянии игры с точки зрения специалиста, эксперта. То есть, это фактически те вещи, на которые смотрит опытный игрок на доске. И просто вот на этот безумный набор признаков на нем натренирован линейный классификатор, да, причем там нижние три типа признаков, они используются для второго маленького классификатора, который называется 3-полиси. Как у нас все три классификатора, они предсказывают стратегию. То есть, они предсказывают вероятность перехода, вероятность пара, состояние действия. Но первый классификатор очень большой, очень медленный. С одной стороны, у него намного большая точность, с другой стороны, нужно потратить кучу времени, чтобы посчитать вероятность, которую он выдает. Если мы будем во всех симуляциях им пользоваться, мы никогда будем долго обучаться и долго играть. После того, как были обучены те классификаторы, алгоритм переходит к обучению с подкреплением. Во-первых, аппроксимируется оптимальная стратегия в виде нейронной сети, мы инициализируем веса для нашей сети с помощью сложного классификатора и применяем градиентный спуск к функции предоподобия. На самом деле мы приближаем нашу стратегию с помощью value function, с помощью нашего текущего приближения value function и делаем шаги градиентного спуска. Далее мы делаем шаги градиентного спуска уже для аппроксимации value function. Важно отметить, что в случае, когда мы аппроксимируем policy стратегию, мы берем n игр с предыдущими версиями стратегии и сэмплируем оттуда позиции. А чтобы аппроксимировать value function, мы берем текущие коэффициенты моделей и играем с собой. фактически производим симуляцию игры до результата. Чтобы нам узнать, как изменилась value function, нам нужно получить результаты игры, вот эти z. Для этого нам нужно сыграть до конца. Но мы не можем себе позволить играть с настоящим игроком до конца, поэтому мы играем сами с собой. теперь, когда мы обучили policy и value function, мы, собственно, начинаем двигаться по дереву поиска. Наверное, у вас на ноутбуке четче видно картинку, но суть у процесса абсолютно такая же, как у деревьев поиска Монте-Карло в общем случае. То есть мы доходим до листа, используя оптимальные действия. Дальше мы решаем, хотим ли мы двигаться дальше. После того, как мы двинулись дальше или не двинулись, мы обновляем коэффициенты и все. И повторяем процесс. Как происходит выбор? Выбор происходит из немножко более сложного правила, чем было на несколько слайдов назад. То есть здесь нет никакого логарифма, но добавляется вероятность и вот такое отношение корня к локальному значению. Давайте я скажу пару слов про обозначение. То есть мы в каждом ребре храним вероятность, которую мы оценили на данный момент. Мы храним сколько проходов, сколько раз мы сюда приходили, аппоксимируя value function и сколько раз мы сюда приходили, в этой вершине, используя так называемую rollout стратегию. То есть сколько раз мы, играя сами с собой, приходили вот в эту вершину. Мы играем сами с собой, используя вот этот простой классификатор. Благодаря тому, что он простой, линейный, мы можем быстро считать вероятности и быстро выбирать оптимальное действие, партии, таким образом быстро приходя в конец партии. И мы можем это делать несколько раз. То есть можем сами с собой из данного состояния сыграть несколько партий, тем самым добавив статистики для оценки value function. То есть мы value function разделяем на две составляющие. Первая составляющая – это то, как мы ее оцениваем, делая value iteration классический. То есть это то, чем мы занимались на прошлой лекции, по сути. А второе – это оценки, полученные в игрок сами с собой, когда мы играем сами с собой. И, наконец, саму q-функцию мы вычисляем в виде взвешенной суммы вот этих value функций. Окей. Собственно, после того, как мы дошли до листа, мы, с одной стороны, делаем шаг value iteration, а с другой стороны, запускаем как раз то, о чем я сказал, мы запускаем rollout стратегию. То есть мы, начиная из листа, играем сами с собой, пока не дойдем до результата партии. Наконец, мы не всегда добавляем новый узел, а делаем это при выполнении некоторого неравенства. И, наконец, то, как я говорил, новое значение q-функции – это взвешенная сумма value функций. И, если я не ошибаюсь, то в итоговом алгоритме лямбда равнялась одной второй. То есть это была просто взвешенная, то есть это была просто усредненная сумма. Для того, чтобы иметь больше обучающих данных как в момент симуляции, так и в момент обучения с учителем, можно использовать то, что доска очень симметричная, то есть ее можно повернуть на 45 градусов, можно отразить. И полученные образы можно также использовать для обучения. И, наконец, использовалось правило, что если текущая оценка вероятности победы меньше 10%, то есть максимум q-функции меньше минус 0,8, то алгоритм сдается. Вопросы? Можно быстро повторить то, из чего состоит алгоритм. фактически у нас есть пять нейронных сетей, три сети обучены с учителем. Это rollout policy, sl policy, network и tree policy. И две сети, которые мы обучаем с помощью обучения с подкреплением, это, собственно, наша оценка стратегии и оценка value функции. И далее, используя эти оценки, мы строим дерево выбора, ища оптимальные действия в каждый момент. Единственное место, где мы используем три policy, которые чуть сложнее, чем rollout policy, это в том случае, когда нам нужно добавить новый узел, когда мы принимаем решение сделать новый шаг. Окей. И совсем недавно вышла новая статья от DeepMind про AlphaGo Zero, в которой рассказывается, как обучить сеть даже с лучшими результатами, не используя обучение с учителем. Фактически они ровно с теми же идеями обучают нейронную сеть, которая сразу генерирует как стратегию, так и value function. То есть до этого у нас было две отдельных сети, здесь же сеть одна. То есть она, с одной стороны, выдает набор вероятности, с другой стороны, выдает число. Собственно, можно убедиться, что сам метод обучения не сильно отличается, но во всех случаях, когда мы раньше использовали предобоченные сети для оценки ходов, мы здесь делаем полную симуляцию, получая новые значения параметров. Продолжение следует... ... ... ...